Мне на самом деле была поставлена такая большая тема, что там можно было все два часа рассказывать, без остановки, а потом еще часа полтора. Поэтому я решила немножечко сократить тему и некоторых вещей коснуться очень так вот опосредованно. Но я надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы мы каким-то образом обсудили то, что было предложено мне в качестве доклада. Итак, говорить мы будем, конечно, не о наследственном тестировании, пусть им занимаются наследственники. Наше дело по большей части все-таки тестирование так называемое соматическое, то есть изучение структуры опухоли для того, чтобы каким-то образом провести персонализацию терапии. И мне кажется, что чем больше мы сейчас, например, занимаемся соматическим тестированием, тем больше возникает вопросов. Вопросов у клиницистов, вопросов у самих специалистов-генетиков, которые этим занимаются. Ну и мне хотелось бы на основных вопросах остановиться. Поскольку сейчас секвенирование предлагают в огромных количествах самых разнообразных методов, то иногда бывает очень сложно определить, а, собственно говоря, насколько валидна та панель и тот подход, который был предложен для тестирования. Так как сейчас появились уже экспрессионные тесты, основанные на РНК-секвенировании, мы все знаем прекрасно эти компании, которые зачастую это исследование выполняют, надо понять вообще, насколько эти панели валидны, насколько они нам нужны, насколько мы можем их использовать в реальной практике. Ну и какие сложности в репортировании результатов видят в первую очередь генетики, ну и, наверное, клиницисты уже об этом расскажут сами. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем в настоящий момент в арсенале. Ну, классическая история – это, конечно, полногеномное секвенирование. Можем ли мы его использовать для соматического тестирования в настоящий момент? Нет, не можем. Почему невысокое покрытие, максимум 30, а иногда бывает и 10, достаточно высокая неравномерность покрытия, огромная зона некодирующих регионов, которые крайне сложно обрабатывать биоинформатически. Почему, например, плохо невысокое покрытие, потому что, например, какой-то вариант с не очень высокой аллельной частотой мы можем просто не увидеть. В отличие, например, от герминального тестирования, где, как правило, соотношение вариантов примерно где-то ближе к 50, здесь очень возможно пропустить нарушение. Серьезные проблемы с аннотацией вариантов вот в этих некодирующих регионах, потому что их огромная протяженность и сложность репортирования и оценки создают огромное количество проблем. Ну, понятно, что и сама технология, и ее стоимость, и сложная биоинформатика, а на самом деле еще и достаточно длительное проведение исследования. Полный геном достаточно быстро не расшифруешь. Как правило, на это может уходить месяц и более. Вряд ли какой-то онкологический пациент готов ждать столько времени. Следующая история – это экзом. Полное экзомное секвенирование – это уже история, более приближенная к реальности. Но готовы ли мы его использовать для соматического тестирования? Не всегда, если только нас не интересуют варианты, связанные с перестройками геном, либо, например, с альтернативным сплайсингом. Ну, как пример, например, потери 14-го экзона в генемед при раке легкого. Мы можем их использовать только если, например, нам эти вещи неинтересны. Ну, наследственное тестирование – это, естественно, золотой стандарт. Там оно используется широко. Проблемы также связаны и со сложностью технологии, и со сложными регионами ВДНК. Варианты неясного клинического значения также никто не отменял. Ну, и биоинформатика тоже не самая простая. Но самое главное, что полной информации об опухоли нам этот метод не дает. Таргетные панели широкие и не очень. Ну, в общем-то, это то, что нам нужно, чем мы, собственно говоря, пользуемся. Широкая панель, казалось бы, очень хорошо. Давайте посмотрим 400, 500, 600, 800 генов, и будет нам счастье. Но огромное количество неиспользуемой информации. Мы должны понимать, что, в общем-то, в реальной жизни мы имеем на настоящий момент около 40 каких-то таргетабельных целей в генах и примерно 90-100 препаратов, которые мы можем использовать теоретически. Практически, конечно, их существенно меньше. Да, возможно, с помощью широких панелей можно посмотреть такие вещи, как микросателитная нестабильность, мутационная нагрузка, HRD. Но кроме HRD, вот остальные все вещи, они вызывают некоторые вопросы. Понятно, мутационная нагрузка по таргетным панелям – это вообще вещь очень такая своеобразная. Насколько она действительно может быть адекватно оценена – это большой вопрос. Там есть технологические проблемы и проблемы, собственно говоря, переноса из одной гистологии в другую. И микросателитная нестабильность на самом деле не требует таких больших панелей. Ее можно совершенно спокойно при определенном подходе увидеть на панелях более мелких. Конечно, такие подходы хороши для редких опухолей, для опухолей с невыявленной первичной локализацией, потому что там мы просто не знаем, что искать. И в данной ситуации, возможно, широкая панель – это правильное применение. А вот маленькие панели, в среднем, где-то, наверное, до 100 генов – это, в общем-то, тот самый бюджетный вариант, который мы можем использовать в ежедневной практике. Не можем, конечно, посмотреть мутационную нагрузку HRD, но и мы сами можем посмотреть совершенно спокойно. Как правило, эти панели сочетают в себя ДНК и РНК, секвенирование. Но, опять-таки, вот о чем говорил Дмитрий Михайлович Коновалов, что секвенирование в настоящий момент – это какой-то золотой стандарт для определения транслокации. Это не так. К сожалению, мы не можем назвать высокопроизводительное секвенирование действительно самым оптимальным методом тестирования транслокации. Вот здесь приведены данные интересного эксперимента, когда пять разных панелей, которые построены на разных способах приготовления библиотек, ампалификационных или гибридизационных, на, соответственно, разных подходах либо ДНК, либо ДНК и РНК, на, соответственно, заложенных в РНК часть либо уже предсказанных партнеров для транслокации, либо возможности выявления любых партнеров для транслокации. Мы видим вот эти вот все желтые, синие, черные и красные квадратики показывают, что существенные дефекты обнаруживаются при любом подходе. С чем это связано? Ампалификационным панелям, конечно, гораздо сложнее, чем гибридизационным. Выявлять транслокацию, особенно учитывая, что размер ампликонов, например, при работе с парафином, он очень небольшой, и маленькие ампликоны, конечно, хуже справляются с этой задачей. Опять-таки, требования к качеству РНК, вот здесь уже скорее страдают гибридизационные панели, им требуется гораздо большее количество материала и гораздо лучшее качество. Так что, просто я вам должна сказать, ну, отсев до 40%, это скорее для гибридизационных панелей, мы работаем с квалификационными, у нас отсев где-то около 10% по РНК, но все транслокации, которые мы обнаруживаем, и которые вызывают у нас сомнения, такое бывает, когда, например, показывается неизвестный второй партнер, все в обязательном порядке проверяются альтернативными методами. Для того, чтобы не допустить, например, ложнонегативных случаев, в обязательном порядке ставятся контрольные образцы, в которых транслокация была обнаружена либо другими методами, либо в предыдущих запусках. Насколько это помогает? Ну, пока я сказать не готова, но то, что бывают случаи ложно-позитивных фьюженов при секвенировании совершенно точно, кстати, не только у нас, наш горячо любимый Foundation One, к сожалению, мы имеем целый ряд случаев, где обнаружены несуществующие на самом деле транслокации, и не только транслокации, но и точковые мутации, что, в общем-то, наводит на всякие размышления. Ну, возможно, мы как-то уж очень зафиксировались только на каких-то тех генах, которые для нас интересны, которые имеют мутации так называемого первого порядка, наиболее чувствительны к терапии. Может быть, нам нужен более широкий подход для того, чтобы смотреть состояние сигнальных путей. Ну, давайте посмотрим, что было сделано вообще, скажем так, уже относительно давно. Первый – протокол Шива французский. Все помнят прекрасно. Они сделали фиксацию на трех сигнальных путях. Значит, один сигнальный путь – это рецепторы. Второй – это расмаб киназа. И третий – это пик тресей. Ну, в общем-то, включили довольно много пациентов. Стандартная история – это метастатические прогрессирующие больные, получившие уже не одну линию терапию. Из них 76% удалось протестировать. Вроде бы как почти у 40% обнаружены какие-то таргетабельные нарушения. Ну, вот обратите внимание, эти цифры будут повторяться из исследования в исследование. Примерно 40% обнаружено. Получили рекомендованную терапию 13%. Это тоже общая история, с чем она связана, мы все прекрасно понимаем. Во-первых, достаточно долгая история с тестированием, поскольку тестирование проводилось в централизованной лаборатории. Довольно долгая обработка вообще полученных результатов. И основной причиной, почему больные не получали терапию, было и резкое ухудшение состояния, назначение другого лечения, ну и в конце концов смерть больного. И объективный ответ был получен у четырех больных из тех 99, которые получали лечение. В общем-то, конечно, это исследование было признано негативным, и, видимо, такой подход не совсем правильный. Следующая история – это маската. Ну, в общем-то, внешне, если посмотреть, то тут ненамного более успешная штука. Здесь нельзя назвать, что они смотрели именно сигнальные пути. Здесь было включено очень большое количество всяких редких нарушений, для которых была экспериментальная терапия. Как правило, первая и вторая фазы клинических испытаний. Но давайте посмотрим, что мы имеем в сухом остатке. Терапию, тем не менее, получили 19% пациентов. Почему? Причины все те же самые. Ухудшение состояния пациентов, переход в другие линии лечения. По каким-то критериям они были исключены и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, это в какой-то степени связано действительно со сроком проведения исследования. Потом еще, вот о чем уже говорил. Говорилось сегодня с длительным сроком еще доставки препарата. Потому что эта проблема, на самом деле, как оказалось, не только у нас, она присутствует везде. И, как видим, мы объективно отведываем полученную 11% у больных, а те, у которых так называемый показатель ПФС-2 к ПФС-1, больше, чем на 30% составлял 7%. Что такое ПФС-2 к ПФС-1? Это, как правило, целевой показатель, который ставится в таких исследованиях для того, чтобы показать, что выживаемость, которая достигнута на таргетной терапии, она хотя бы на 30% превышает ту выживаемость, которая была достигнута на предыдущей линии лечения. Это, в общем, такой универсальный показатель, который используется практически всеми. Следующая история. Тоже хорошо известны такие исследования, которые проводятся в Эбди Андерсон. Это группа исследований «Импакт». И есть еще такая штука «Матч». Но надо сказать, что вот здесь я показываю «Матч-2», так называемый. Это один из вариантов этого исследования, который проводился. Это ретроспективное, нерандомизированное исследование. Что это означает? Это взяли пациентов, которые проходили тестирование в Эмди Андерсон и в дальнейшем получали терапию. Как правило, опять-таки, первая-вторая фаза клинических исследований. Ну, эти все больные, больше, как вы видите, 1400 были все протестированы. И варианты обнаружили в 44%. То есть это вот, в общем-то, такая более-менее стандартная цифра. Получили терапию, все-таки там 27%. Все-таки это уже были какие-то предписанные протоколы. Объективный ответ получен 11% больных. Опять-таки, вот эта цифра, которая будет повторяться из исследований в исследовании. Ну и контроль над болезнью. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, чем отличается от объективного ответа. Ну, как правило, стабилизацию все-таки тоже запихивают в объективный ответ. Нет? А, ну, значит, стабилизация еще у какого-то процента. То есть примерно 30% больных, тем не менее, можно увидеть какое-то влияние лечения. В чем недостатки вообще таких вот исследований с точки зрения биологии? Я не буду говорить о дизайне исследований. Это, в общем-то, не совсем моя история. В первую очередь, в том, что очень часто объединяются самые разнообразные нарушения в генах, которые исследуются. Это может быть объединение самых разных мутаций. Даже вот если, положим, брать мутации, на примере GFR, мы знаем прекрасно, что такое, например, делеция 19-го, что такое сердце 20-го. И то, и другое активирующие мутации. Но если свалить в одну кучу, то, соответственно, мы увидим существенное снижение клинического эффекта от ингибиторов. Но зачастую сваливают в одну кучу и мутаций, амплификации, перестройки, всё подряд. Как правило, не учитывается коммутация. Хотя мы все прекрасно сейчас знаем, что, например, сопутствующее наличие мутации P53 ухудшает ответ на большое количество таргетной терапии. Не верифицируются, например, варианты нарушения копейности. Амплификации полиплэидеи – это совершенно разные вещи с точки зрения биологии. Зачастую они тоже сваливаются в одну кучу. Но и опять-таки, вот то, что нам, наверное, крайне необходимо учитывать, даже если мы говорим о каком-то агностическом применении, это особенности различных гистологических форм. Разные микроокружения, разные межклеточные взаимодействия и особенности клеточного сигналинга, которые будут разные при разных заболеваниях. От этого тоже никуда не деться. Кроме того, существует еще одна такая история, что, как говорится, не все йогурты одинаково полезны. Далеко не все таргетные препараты работают максимально невозможно, как бы нам хотелось. Здесь очень красивая такая схема, которая показывает, насколько разный ответ в зависимости от препарата может быть. Мы всегда надеемся, что будут какие-то новые поколения, которые будут существенно лучше, чем предпредыдущие, но, тем не менее, зачастую мы имеем не самые удачные таргетные препараты, которые применяются в клинических исследованиях. Ну, еще одна история касательно экспрессионных анализов. Конечно, с одной стороны, это вполне себе разумный подход, потому что само по себе наличие мутации, это, конечно, прекрасно, но далеко не всегда мы понимаем, как она влияет на экспрессию протеина. Одно дело, когда это какой-нибудь, например, терминирующий, вариант, и когда действительно мы понимаем, что белок не считывается, а если это, например, миссенс с не очень понятным значением, то зачастую мы не очень понимаем, вообще это влияет на белок или нет. Кроме того, экспрессионные паттерны, естественно, в разных тканях совершенно разные, наверное, вот добавление, предположим, вот этих исследований, оно может нам чем-то помочь. Ну, давайте посмотрим. Самое, наверное, известное исследование это Винерс-траил, который использовал как ДНК, так и РНК-секвенирование. Значит, ДНК-секвенирование выполнялось в Foundation One, а РНК-секвенирование это, в общем-то, был, ну, как уверяют, во всяком случае, исследователи, транскриптом. Сразу вам честно скажу, я не знаю, как на парафине делают транскриптом. Это, в общем-то, такая история очень мутная, но неважно, будем верить, что они делали именно транскриптом. При этом, конечно, у них был очень интересный подход, они у больного брали биопсию опухолевой ткани и соответствующего органа нормальной ткани. Понятно, что в реальных условиях такое, наверное, существовать достаточно сложно. Кровь, извините, здесь не подходит как контрольный материал, потому что должны быть определенные экспрессионные паттерны, совпадающие для данного органа. 83% больных были успешно протестированы, а варианты, которым можно было бы каким-то образом классифицировать, как таргетабельные, были обнаружены в 52%. Ну, в общем, тоже такая цифра, в общем-то, устойчивая. Ну и соответствующую терапию получили 107 пациентов, из них 69 по данным ДНК-тестирования, а 38 по данным РНК-тестирования. Я вам скажу честно, я не уверена, что это касалось экспрессионных каких-то маркеров, вполне возможно, что там были транслокации. К сожалению, мне не удалось найти какое-то перечисление, собственно говоря, вот этих вот вариантов, которые были выявлены. Ну и, соответственно, контроль болезни был где-то 23-30%. И объективный ответ, все та же самая, можно сказать, цифра 11%. Никуда мы никак не можем от нее уйти. Ну и если посмотреть на графики, которые были представлены, то существенное улучшение выживаемости было получено только у тех пациентов, у которых были обнаружены маркеры так называемой первой степени значимости. Те, которые мы прекрасно знаем, и без вот этих всех вот ухищрений с экспрессионным анализом. Еще одно исследование. Исследование датское. Здесь подход был немножечко другой. Значит, здесь делали экзомы и РНК секвенирование, при этом норма не бралась в качестве контроля. Были вычислены некие такие предсказанные значения. Собственно говоря, они их определяли с помощью проведения ГХ. В общем, там много было всяких ухищрений. Тем не менее, они выработали какой-то алгоритм, который позволял вычислять изменения экспрессии и, соответственно, относительно нормы. В 60% случаев были выявлены варианты. И направленная терапия была назначена 145 больным по данным ДНК-тестирования, а по данным Транскриптова, соответственно, эта цифра увеличилась до 59%. 17% получили направленную терапию. И объективный ответ был получен у 15 больных, это ровно 15% из всех пролеченных, но это были только те больные, у которых были нарушения в ДНК. По данным Транскриптома ни у одного больного ответа получено не было. Ну и так как у нас сейчас действительно стали появляться вот эти вот исследования, которых рекомендуют больным с исследованиями Транскриптома именно на парафиновом блоке, то, конечно, в первую очередь нужно задуматься и задать вот эти вопросы себе и всем остальным, прежде чем вы будете пытаться использовать всю эту историю в рутинной практике. Насколько вообще архивный материал годен для какой-то валидной оценки Транскриптома? Для меня это большая загадка, потому как мы имеем крайне неоднородный материал, очень разнообразное количество и качество выделяемой РНК. Каким образом наиболее достоверно должен определяться уровень экспрессии? Относительно нормы, как это делали исследователи в Хидер, или все-таки может применяться какой-то алгоритм? Это пока никому не известно. Стандартизации этих методов в настоящий момент нет. И дает ли исследование, например, вот так называемым Транскриптом, нам больше информации, чем исследование с помощью уже хорошо известных нам РНК-панелей? Действительно ли вот эти вот редкие варианты, которые там обнаруживаются или какие-то изменения экспрессии, они нужны нам для назначения лечения и будут полезны для пациента. Надо сказать, что вообще не только для РНК-секвинирования, такая штука характерна, например, вот в этом исследовании в группе, где применялся тростезумаб дракустыкан и где были исключены классические показания для назначения препаратов, эффекта достигнута не было. Это была совершенно отрицательная история в этой группе больных. Поэтому всегда нужно думать о том, что прежде, чем мы начинаем предлагать какую-то методику для лечения живых людей, мы всегда должны задуматься, отвечает ли эта методика собственно говоря, основным принципам, которые должны соблюдаться. Это аналитическая чувствительность, специфичность, видит ли она действительно тот маркер, который она должна увидеть. Клиническая чувствительность, специфичность, будет ли этот тест достоверным предиктором какого-то события, например, ответа на терапию, прогрессии или наоборот хорошего течения болезни. Ну и самое главное это клиническая валидность, то есть способность теста в целом влиять на эффективность лечения и на качество жизни пациента. Как правило, последний вот этот вот параметр достигается путем очень долгосрочных наблюдений. И если мы вспомним, наверное, самые распространенные экспрессионные тесты, естественно, не методом МГС, а те, которые применяются, например, при раке молочной железы, например, онкотайп ДХ, получил одобрение в НССН через 15 лет наблюдения за пациентами, которые вошли в группу. Через 15 лет. У нас, к сожалению, зачастую все эти исследования начинают предлагать больным, посмотрев там над силы 90 человек. И с моей точки зрения это совершенно неправильно. И мы всегда должны думать в первую очередь, как бы не нанести пациенту вред. Ну и немножко о заключениях по результатам высокопрозвательного секвенирования. очень много, конечно, у нас вопросов, но существуют определенные правила, через которые перепрыгнуть мы не можем. И я всегда прошу клиницистов это иметь в виду. Естественно, тройная идентификация пациента, цель проводимого исследователя, нужный и нам, и вам. Это совершенно все, я заканчиваю. Но и должна быть обязательно указана реагентика, обязательно указана приборная база технических характеристик запуска в обязательном порядке, потому что, если их нет, это всегда наводится сомнение о том, насколько правильно проведено исследование. Ну и результат, который должен отражать значимость обнаруженного нарушения. С этим тоже много серьезных проблем, но это опять-таки тема для отдельного доклада. Еще раз хочу напомнить, у нас свои строгие правила, и ответ пишется не только для клиницистов, но и на самом деле для коллег из других лабораторий, а иногда даже и для прокурора. Спасибо за внимание.